Всем привет! Когда на свет появилась эта машина, то многие сказали, что на Passat B6 можно ставить крест. Другие же сказали, что крест можно поставить на надежности и долговечности. А как же на сегодняшний день поживает этот автомобиль? Итак, встречаем Skoda Super 2-го поколения! В своем втором поколении Skoda Super 2 перестала выглядеть как бедный родственник Passat. Это или длиннющий лифтбэк с трансформируемой задней дверью, или огромный комби, который выпускался с 2008 по 2015 год. Да, Super 2 является родственником Passat B6 и предлагает даже больше возможностей и пространства в салоне. Идеальный семейный автомобиль, а все эти бизнес понты оставьте Passat. Ну что, давайте подробненько рассмотрим все болячки этого чешского флагмана. Кузовной металл Skoda Super 2-го поколения очень достойно защищен от коррозии. Встретить машину с рыжими вертикальными полосами как на Passat B6 или B7 или на той же Yeti практически невозможно. Но лако-красочное покрытие в лучших традициях VAC. Иногда оно местами отваливается хлопьями размером с монету. Чаще всего это происходит на задних крыльях по всей окружности колесных арок и вдоль стыка заднего крыла с бампером. Если краска здесь не отваливается, то почти наверняка вспучивается. В общем, Skoda Superb с покрашенными задними крыльями и с проемами дверей это практически норма. А еще в проемах протирают краску уплотнители задних дверей. Чем старше машина, тем четче этот дефект. А еще краску протирают дверные ручки, то есть тут она иногда отваливается хлопьями. Если Superb эксплуатировался в особо суровых зимних условиях, то есть с обильным количеством реагентов, песка, грязи, то стоит ждать коррозии из-под дверных молдингов, а также на передней кромке капота, особенно вблизи эмблемы. Хромированные накладки вокруг глухих задних окон еще называют форточками, но они не открываются, болеют и становятся светлее и больше выделяются с остальным хромированным декором. Так вот, вот эта часть идет вместе со стеклом и стоит очень дорого, но эту проблему можно вылечить. Просто наклеить тонировочную пленку для стекол вот на это болеющее место, и вот тонировочка вернет отличный вид этому элементу. Фары Superb до и после рестайлинга теряют нарядный, опрятный внешний вид, то есть покрываются царапинами, желтеют, также теряют герметичность и потеют. И чаще всего аквариумы образуются именно в рестайлинговых машинах. У версий с поворотными линзами часто выходят из строя блоки адаптивного освещения. Эти блоки, хотя и установлены под фарами, но в них проникает влага, вызывает коррозию в электроразъеме и внутри на плате. Сегодня умудряются убрать следы коррозии с электронных плат и даже перепаять лопнувшие микроконденсаторы. Также можно установить БУ-блоки или новые блоки. Новые от 100 до 170 долларов. По новым блокам и по БУ-блокам звоните в компанию «АвтоСтронг». Ну а если линзы адаптивных фар упали, прям светят перед бампером, то тогда надо поменять один из неисправных датчиков дорожного просвета. Новый оригинальный датчик стоит 150, но есть заменители, которые гораздо дешевле. Боковые зеркала с сервоприводом могут удивить тем, что при раскладывании выворачиваются на слишком большой угол. Обычно это происходит в морозную и слякотную погоду. А причина в том, что стопор солдатик внутри корпусов зеркал не отщелкивается вовремя, и тем самым сервопривод выворачивает это зеркало на слишком большой угол. Чтобы решить эту проблему, надо до основания разобрать корпуса зеркал, очистить и смазать заклинивший стопор. Сложные электрические компоненты Skoda Superb обычно не доставляют никаких проблем и годами работают исправно. Но на проводке сэкономили, и поэтому провода переламываются в местах изгибов. Поэтому если на вашей Skoda Superb не работают стеклоподъемники либо центральный замок, то ищите обрыв вот в этой гофре в дверном проеме. Там провода и переламываются. А если закрутят, то может выйти из строя блок комфорта. Он недорогой. Ищите на разборки по цене примерно 30 долларов. Обязательно в «АвтоСтронг» позвоните. Из-за растрескивания проводки и обрыва проводов перестают работать замки в задней двери трансформеры, а также перестают работать плафоны в ней же. Но добраться до проводов несложно, надо снять обшивку, они идут вдоль вот этого левого края. Газовые упоры крышки багажника со временем сдаются и перестают держать крышку лифтбека в открытом до упороположении. К счастью, буквально каждый неоригинальный производитель считает делом чести предложить свои газовые упоры для Superb. Выбор очень широкий – от 15 долларов, а оригинальные стоят по 100 долларов за штуку. Кстати, у Superb Combi, то есть у универсала, проблем с крышкой багажника поменьше. Есть версии с сервоприводами. Так вот, один сервопривод по оригиналу стоит 600 баксов. Есть заменители в 2-3 раза дешевле. Но владельцы Skoda Superb второго поколения выяснили, что эти сервоприводы можно разобрать и отремонтировать, а выходят они из строя из-за того, что в электромотор попадает вода. Также бывают случаи обрыва проводов от пайки в электронных платах. Кстати, крышка багажника универсала тоже не застрахована от излома проводов. Ну а бонусом мы вам сейчас покажем, что такое крышка багажника трансформер. Хочешь седан, хочешь лифтбэк. Ключок бензобака отщелкивается специальным актуатором. Так вот, со временем он перестает работать, но актуатор можно разобрать, очистить и смазать. И это поможет лишь в том случае, если моторчик актуатора еще живой. И такую профилактику лучше делать, если он уже начал открываться через раз. А актуатор без проблем снимается, когда лючок открыт. А вот в противном случае придется добираться до него из-под подкрылка. Салон Skoda Superb может многое рассказать об аккуратности владельца и об экономии на материалах. Добро пожаловать! Нередко покрытие и пластик рукояток подлокотников и боковых дверей сильно царапаются и даже проминаются. Облезает покрытие вокруг кнопок стеклоподъемников. Царапается пластик на рамочках вокруг рукояток дверных замков. Проблема настолько известная в основном по дорестайлинговым машинам, что на одном огромном сайте с товарами из Китая продают даже эти детали салона, чтобы заменить сильно изношенные. На рулях дорестайлинговых машин может трескаться хромированный декор на трехспецовом руле. Иногда может появляться дребезг из области внутренних дверных ручек. Это говорит об обламывании ограничителя этих ручек. Умельцы обнаружили, что стопор можно соорудить при помощи винта М4. У лифтбека может дребезжать полка багажника. Для решения этой проблемы наклеивают ленты антискрипа на направляющие на обивке. Также Skoda Superb – это продукт VAG. И, как у всех VAG, у нее могут быть проблемы с заслонками системы вентиляции. Также у дорестайлинговых машин в зоне риска вентилятор, который может заскрипеть. Также могут оборваться нити подогрева сидений. Они рвутся где-то на рубеже 80 тысяч километров, но их можно восстановить. Универсалы Superb в богатых комплектациях оснащены панорамой крыши. Опция классная, если она работает. Но со временем она начинает скрипеть, и передняя подвижная секция перестает открываться или закрываться. Чтобы она не скрипела, крыша панораму надо отрегулировать. А также, чтобы она работала долго и хорошо, ее надо разобрать, очистить уплотнители и салазки, также смазать механизмы. Многие владельцы так и делают. Кстати, подробная инструкция заводская есть в интернете. Если постараетесь, то за два часа можно реанимировать панораму. Ну а теперь поговорим о двигателях. И тут у нас очень интересная ситуация, потому что в этом поколении Skoda Superb все бензиновые двигатели у этой машины бензиновые, турбированные либо с непосредственным впрыском. И такая вот ситуация. Когда в 2010 году эти моторы повально поехали на ремонт по гарантии, мало кто думал, что эти двигатели будут выхаживать 200 тысяч километров. Но прошло время, и все эти TSI бегают до сих пор. Они пережили несколько ревизий, работы над ошибками, улучшениями. Но факт остается фактом. Базовый мотор для Superb – это 1.4 TSI. Не поверите, это очень адекватный в плане ресурсодвигатель. Ест мало, едет бодро. Кстати, такие машины, то есть машины с таким мотором завозились из Европы. Лучше брать машину, выпущенную после 2012 года. Тогда уж точно недостатки первоначального этого двигателя были устранены. Кстати, о болячках 1.4 TSI первоначальных всем известно. А мы подробно рассказали в нашем обзоре. Обязательно посмотрите на канале. И те, кто еще не подписан, подпишитесь. Говоря о более распространенных моторах бензиновых для Skoda Superb второго поколения, обязательно упомянем один из первых семейства EA88. Так вот, имеет он обозначение BZB и ставился на автомобиль до лета 2009 года. Что же в нем такого особенного? У этого мотора были удачные поршни и маслосъемные кольца. Затем эти поршни начали устанавливать на более поздние 1.8 TSI, которые пришли ему на смену. Так вот, этот мотор EA888 не ел масла, а вот последующие, более новые, которые пришли ему на смену, потребляли масло прямо с конвейера. Моторы с буквенным обозначением CDAB и CDAA вышли в оборот с откровенно неудачными поршнями и маслосъемными кольцами. Инженеры VAG как-то плохо адаптировали эти движки для Euro 5 и сделали крохотное отверстие для отвода масла. То есть маслосъемные кольца закоксовывались так вот хорошо и надолго, и это приводило к масляному аппетиту 500 грамм на тысячу километров и более. Постепенно моторы 1.8 TSI прошли операцию по улучшению поршней и маслосъемных колец. По идее, такие двигатели должны потреблять не более литра масла между заменами. Так вот, масло по-любому лучше менять каждые 8 тысяч километров, чтобы не спровоцировать его жор. И советуем при замене масла проводить профилактическую раскоксовку и промывку. Это на сегодняшний день стала вот прям обязательная процедура. Цепь ГРМ таких моторов служит не более 120 тысяч километров. Или меняйте ее с таким интервалом, или следите за количеством канавок на гидронатяжителе. Их должно быть не более 7 штук. Или судите о растяжении цепи по рассинхронизации распредвалов и коленвала. Кстати, гидронатяжитель должен быть последней ревизией. При замене цепи нужно заменить и прокладку единственного фазовращателя. Еще советуют поменять лопатки в фазорегуляторе. Эти детали изготавливают умельцы. Новые лопатки защитят фазорегулятор от износа и тарахтения. Другие болячки мотора 1.8 TSI встречаются реже. Раз в 150 тысяч километров придется поменять маслоотделитель из-за лопнувшей мембраны. Насос системы охлаждения не часто течет, но его цена 300 долларов. И это не радует. Вдобавок в последнее время все чаще приходится менять целиком пластиковый впускной коллектор, потому что он рассыхается и трескается. От старости вдобавок во впуске есть вихревые заслонки, и они начинают барахлить из-за электровакуумного клапана, актуатора и трубочек, которые соединяют детали этой системы. Не стоит ожидать механических проблем от двигателя 1.8 TSI, если вы не экономите на моторном масле. Но, а другие ремонты и замены, касающиеся цепи ГРМ и помпы случаются не чаще, чем раз в 100 тысяч километров. Двухлитровый турбомотор мощностью 200 лошадиных сил 2.0 TSI – это почти такой же, как 1.8 TSI. То есть все сказанное про 1.8 можно применить и к нему. Так вот, этот турбомотор с завода не имел склонности к жору масла. Но из-за проблем с ВКГ, а также из-за экономии на масле, он тоже может начать. Есть это самое масло. Этот мотор относится ко второму поколению семейства EA888. Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор этого двигателя, кому интересно, обязательно посмотрите. Ну, а те, кто еще на нас не подписался, обязательно подпишитесь. Нам это поможет в продвижении, а вам поможет в знаниях об автомобилях. Единственный атмосферный бензиновый мотор, который предназначен для Skoda Super 2-го поколения, это двигатель объемом 3.6 Vr6 с чугунным блоком с рядно-смещенными цилиндрами. ГБЦ, естественно, одна. И этот двигатель встречается еще реже, чем мотор 1.4 TSI. То есть на этих машинах. Ну, а в целом этот мотор очень приятно надежен. Даже цепи ГРМ у него ходят по 250 тысяч километров. Все дизельные двигатели для Skoda Super 2-го поколения плавно эволюционировали от насос-форсунок к Common Rail. У всех этих двигателей чугунные блоки, ременные приводы ГРМ, достойная надежность и хорошая экономичность. Мы сейчас о них подробнее расскажем и дадим ссылки на очень подробные обзоры на нашем канале. Эти моторы с насос-форсунками следует сгруппировать следующим образом. Моторы BLS, BXE и BMP – это первое поколение. А это значит, что насос-форсунка крепится односторонним креплением, что чревато тем, что форсунка разбомбит гнездо в ГБЦ. И тогда масло может смешаться с топливом. У этих моторов один распредвал в ГБЦ и по два клапана. У нас на канале есть подробнейшие обзоры. Обязательно посмотрите подробности на канале. А у мотора BKD совсем другая ГБЦ. Там два распредвала и по четыре клапана цилиндр. А насос-форсунка крепится двумя винтами. И она не разбалтывается. Кстати, о таком поколении у нас тоже подробный обзор есть на канале. Отдельно заслуживает внимание двигатель BMP, у которого есть модуль с маслонасосом и балансированными валами, которые приводятся шестигранным штифтом. Так вот, этот штифт надо менять каждые 100 тысяч километров, чтобы не привело вот это вот все, то есть его работа к стиранию этих самых грани. Если грани сотрутся, то маслонасос перестанет работать. Вообще, все двигатели с насос-форсунками довольно-таки надежные и легко пробегают 500 тысяч километров. Главное, их не запускать и следить за недешевыми компонентами. А это, в первую очередь, сами насос-форсунки, а у восьмиклапанных версий ГБЦ и распредвал. На смену двигателям с насос-форсунками пришли агрегаты с Common Rail. Двигатели семейства EA-189 были основаны на чугунном блоке, таком же, как у предыдущих моторах, но накрыты совершенно другой ГБЦ. Так вот, эти двигатели появились летом 2008 года. Первый мотор имел обозначение CBBB и имел 170 л.с. У него в поддоне такой же модуль с маслонасосом и балансированными валами, как получил двигатель BMP. И там всё также есть 77-миллиметровый и очень надежный карандаш с гранями. А ещё у этого двигателя пьезофорсунки по 350 долларов за штуку от компании Bosch. А вот в 2010 году двигатель с Common Rail окончательно заменили насос-форсуночный под капотами Superbo. Появились три новых агрегата 2.0 TDI. Все с модулями балансиров и масляного насоса, но с удлинённым до 100 мм карандашом, который уже не давал сбои, приводивший к масляному голоданию. Разница моторов 1.6 TDI и 2.0 TDI сводится лишь к рабочему объёму. Это очень похожие моторы. Вы часто нас спрашиваете, какой лучше 1.6 или 2.0. Да, по сути, они одинаковые. Кстати, у нас на канале есть подробнейшие обзоры мотора 1.6 и 2.0. Именно семейство EA189, которые достались Superbo второго поколения. Единственное, что мы тогда не упоминали, так это проблема с крышкой топливного фильтра этих двигателей, да и моторов с насос-форсунками. В эту крышку подключено четыре шланга. В ней находится термостат. Советуем по возможности проверить ручным насосом, остается ли герметичный термостат. Практика показывает, что из-за негерметичности этого топливного термостата неограниченное топливо из бака попадает в центральную полость топливного фильтра, то есть туда, где находится очищенное топливо. Из-за такого безобразия топливная система преждевременно изнашивается. К сожалению, крышки корпуса топливного фильтра отдельно не продаются, но вместо родного корпуса его крышки можно купить и установить фильтр-колбу от бусов Volkswagen T5, который не будет смешивать чистое топливо с грязным. Перейдем к автоматическим трансмиссиям, и тут у нас будет та же самая информация, которую мы недавно озвучивали. Для Tiguan первого поколения, да, у него и у Superb второго поколения, как и у других моделей VAG с поперечным мотором, трансмиссии одинаковые. Служат примерно тоже одинаково и обслуживаются одинаково. С мотором 1.8 TSI в первые годы выпуска устанавливали семиступенчатую сухую DSG DQ200. Что нужно о ней знать? У этой трансмиссии была поднята планка надежности, и надежность со временем довели до нормального состояния. То есть, если эта трансмиссия на вашей машине ездит до сих пор, то, значит, и дальше проблем, скорее всего, если нормально будете эксплуатировать, с ней не будет. А полностью надежные трансмиссии DQ200 появились в 2014 году. Если вы выберете Skoda Superb с такой трансмиссией, то обязательно обратитесь к диагностам по VAG, где они прочитают текущие параметры трансмиссии. Прошлые данные могут вам предоставить, и в ходе диагностики вы можете узнать много параметров. То есть, температурные режимы этой трансмиссии, также степень износа дисков, и многое-многое другое. Кстати, комплект сцепления люк с регулировочными шайбами для этой трансмиссии стоит 600 долларов. И он ничем не отличается от оригинала, который стоит 1500. У трансмиссии DQ200 только сухое сцепление, а внутри используется два сорта масла. Один литр масла стоимостью 22 доллара уходит в гидросистема мехатроника. Еще около двух литров фирменной минералки по 35 долларов за банку. Заправляется в редуктор. Меняйте масло хотя бы раз в 90 тысяч километров или чаще, если ездите активно. А при езде в пробках включайте спортивный режим, чтобы эта DSG не терзала сцепление, и все будет хорошо. С бензиновыми и дизельными моторами 2 литра и больше устанавливали еще более удачную DSG DQ250, шестиступенчатую. У нас, кстати, есть подробный обзор на канале по этой трансмиссии. Обязательно посмотрите, там много всего интересного. А еще обязательно подпишитесь на наш канал, нам это надо для продвижения, чтобы больше людей узнали об автомобилях. Так вот, трансмиссия DQ250 надежная, хорошая, и надо уделять внимание дифференциалу, чтобы не было ни люфтов, ни шумов, потому что он сильно изнашивается и разваливается, если вы наваливаете с пробуксовками. Также профильные специалисты смогут продиагностировать ее более тщательно, а не только на предмет рывков и задумчивости. В общем, надо в ней менять масло каждые 60 тысяч километров на заправку надо 5 литров. Литр стоит 40 долларов, это за оригинальное масло, но есть заменители, которые дешевле. Также надо еще поменять прокладку и фильтр. А вот с 2010 по 2013 год в паре с моторами 1.8 TSI устанавливали японский гидромеханический автомат вместо DQ200. И поклонники супербов искали его именно вот с этой трансмиссией, потому что до 2010 года DQ200, мало сказать, что была ужасной. Asin TF62SN действительно надежная трансмиссия, исключает наличие двухмассового маховика. И чтобы все было в порядке, надо менять масло каждые 60 тысяч километров на до 4 литра. Литр стоит 40 долларов, но есть и более дешевые аналоги. Кстати, оригинальный фильтр для этой трансмиссии стоит 100 долларов и становится доступным после снятия поддона. В общем, резюмируем, с автоматами для Skoda Super 2-го поколения ничего плохого и страшного не случается. Skoda Super в большинстве версий оснащена двухмассовыми маховиками. Таких вариантов нету только с трансмиссией Asin, а также с двигателями 1.4 TSI и 1.6 TDI. И двухмассовый маховик обойдется в цену от 600 до 900 долларов. Ну и еще добавим. Skoda Super 2-го поколения бывает еще и полноприводная. Там в основе муфта Haldex 4-го поколения. Все стандартно. По каталогу Volvo покупаем фильтр, по каталогу VAG покупаем масло, меняем раз в 40 тысяч километров и будет счастье. Но единственное, что к пробегу в 200 тысяч километров, скорее всего, придется отреставрировать электромотор насоса муфты. Ну а если вы хотите, а я думаю, хотите получать уведомления, когда выходят вот такие вот качественные и очень подробные технические видео, то обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите колокольчик. Я уверен, не пожалеете. Это нам поможет в продвижении канала. Ну и еще добавим, что в «АвтоСтронге». Помимо очень качественных БУ запчастей, есть и абсолютно новые. Нужны запчасти обязательно в «АвтоСтронге». В «АвтоСтронге» есть еще подразделение «Мотостронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, подбираем байки с минимальными пробегами и продаем с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл «Айдам Мотостронг». Ссылочки в описании. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Над левой фарой находится соединение тросов капотов. Это соединение выполнено в виде пластиковой коробочки. Так вот, иногда эта коробочка открывается и обе части троса разъединяются. После этого приходится снимать левое колесо под крылок и нащупывать ту часть троса, которая тянется непосредственно к замку. Ну а чтобы коробочка не раскрывалась, смотайте ее изолентой либо стяжками. И еще следите за фиксаторами трубок кондиционера. Они со временем начинают ослабевать. То есть вот эти вот резиновые клипсы, которые располагаются напротив генератора. В этом случае в салоне будут слышны шумы. Они очень похожи на салонные сверчки. Подвеска Skoda Superb не таит в себе никаких сюрпризов. И с оригинальными деталями она служит долго. То есть она надежная. Например, замена тех же стоек переднего стабилизатора приходится на пробег 100 тысяч километров. А стоят они в оригинале по 60 долларов. Опоры передних стоек проседали примерно на рубеже 70 тысяч километров. Опорные подшипники сдаются под влиянием песка и грязи. В оригинале эти обе позиции стоят по 60-70 долларов. Передние подвески с регулярностью 120 тысяч километров требуют замены задней саленблоки рычагов. Стоят по оригиналу примерно 80 долларов. Шаровые опоры меняются отдельно. По оригиналу стоят 70 долларов. Все саленблоки задней подвески можно купить и поменять отдельно. Такая необходимость обычно возникает при пробеге в 200 тысяч километров. Единственное, что при замене внутренних саленблоков вот этого нижнего подпружиненного рычага надо обратить внимание, насколько он поражен коррозией. Если сильно ржавый, то саленблоки не удастся надежно закрепить. Ну а в принципе весь комплект саленблоков для задней оси Skoda Superb обойдется в 400 долларов. И еще крайне рекомендуем потратить еще 60-80 долларов для крепежных болтов, для рычагов и для подрамника. Skoda Superb второго поколения. Достойный автомобиль, который сумел пережить неприятности со своими самыми востребованными моторами и трансмиссиями. У многих первых водительцев эта машина без проблем проехала 200 тысяч километров, вернее без каких-то глобальных поломок. Но потом какие-то поломки давали о себе знать. В общем, если вы найдете эту машину в достойном состоянии, то она вас будет радовать и не будет огорчать незапланированными визитами на СТО. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».